Ситуация с медицинским кислородом в республике остается непростой. Суточная потребность 18 тонн. Для сравнения во вторую волну коронавируса было необходимо 7. Благодаря помощи Минпромторга России и Минздрава получили медицинское удостоверение и все необходимые документы для того, чтобы Улан-Удэстальмос производил медицинский кислород. Он сейчас на полную мощность работает и производит. И на сегодняшний день два предприятия – это Селингинский ЦКК и Локомотивовагоноремонтный завод – также в процессе получения документов на производство медицинского кислорода. Крупнейшим производителем жизненно важного газа в Бурятии остается компания «Аника Плюс». Сейчас она работает на двух специальных установках, но чтобы увеличить объемы, скоро запустят третью. Мы поддерживаем коллег, что они сейчас третью установку поставят. И три установки будут 15 тонн производить. Ну, плюс те мощности, которые уже есть, они, в принципе, будут понемногу закрывать. Плюс мы берем дополнительно концентраторы кислородные к больницам. Поэтому я думаю, что… Ну, не думаю, а мы сейчас готовимся к тому, чтобы в третью волну, в четвертую волну у нас уже проблем с кислородом не было. То есть мы делаем мощности с запасом. Сейчас в больницах Бурятии лежат десятки людей с тяжелой формой ковида. Все они остро нуждаются в кислороде. Местного производства не хватает. И пока ситуация остается сложной, республика продолжит получать поставки из других регионов России.